Фальшивые останки Николая II И он пишет как раз о том, что в Государственном архиве Российской Федерации на Большой Пироговской, 17, есть записи лейб-гвардии медика Евгения Сергеевича Боткина. И в одном из дневников есть фраза «Николай II неудачно залез на лошадь, упал, перелом ноги и боль локализована, наложен гипс». То есть на скелете, который сегодня пытаются выдавать за скелет Николая II, в принципе, должен быть тот самый перелом. Но вот в записках пока не сказана какая-то нога. Вероятно, это тоже интрига хранится для интриги, для тайны, для того, чтобы кто-то найдет еще один скелет Николая II с переломанной ногой. Ну что, трудно что ли найти? Однако же вытащат уже настоящую запись, где будет сказано, какая именно нога и в каком месте был перелом ноги. Так вот, на том скелете, который, конечно, выдавали за скелет Николая II, и который захоронили в Петропавловской крепости, как останки, и канонизировали, то вот именно на этом скелете нет, конечно, никакого перелома. То есть вот этот зафиксированный четко исторический факт не подтвердился. Понимаете, получается, вот вранье вылезало такое наружу. И еще один интересный факт, что Николай II в очень молодом возрасте ездил на восток. Он был на Дальнем Востоке, он побывал в Китае, в Японии. И вот там, по совершенно неизвестным причинам, мы, кстати, не знаем до сих пор по каким, ему было нанесено два ранения, причем саблей по голове. Его рубили по голове. Был ли это ритуал посвящения? Мы пока не знаем. Или все-таки это было нападение. Но если нападение, причем раны-то были очень серьезные. Одна по затылку, саблей по затылку, 10 сантиметров рассечено, да? А вторая, скажем, в теменную. Это сверху головы. По голове была сверху нанесена рана, которая была 9 сантиметров. Вы понимаете, да? То есть было ранение. А почему оно было совершено, скажите, это то самое ранение? Мы не знаем. Мы вообще, видите, ничего не знаем. И причем в то самое время мы вроде бы слышали, что Николай II принял посвящение. Но о том, что Николай II, Георг V, я думаю, что вы слышали из моих предыдущих роликов, что это одно лицо. Одно лицо Николая II и одно лицо Георг V. Два в одном флаконе. Вот такая у нас история смешная и лживая. И мы ничего не знаем о Николае II, о том, что он ездил на Дальний Восток, что он побывал в Японии, что он побывал в Китае. Видите, эта часть вообще скрыта от нас. Вроде как и не было ничего. Вроде как и фотографий толком нет. Но они же были, как вы понимаете. Они были только потому, что фотография в это время была развита и была на хорошем уровне. Были фильмы, также можно их снимать было. Однако же все изъято. Все изъято вместе с тем, как Георг V встал на королевский трон Великобритании, а то и, значит, владение всем миром. И в это время он отказывается от кайзерства, от царской короны России. Он отказывается от всего, потому что он встал выше. Он взял себе ту самую корону мира. И поэтому отказался от всех предыдущих корон. И есть даже такое шарж в интернете. Это из старых рисунков, где он отказывается от всех корон и метло их выметает. А берет только одну, самую основную корону. Корону мира. В этой связи опять-таки хочу сказать, что почему-то от нас тот самый восточный период в жизни Николая II скрыт. Что стоит за этим восточным периодом, мы не знаем. Почему рассекли ему голову саблей, мы тоже не знаем. Мы знаем, дошло немножечко до нас о том, тот факт, что ему была сделана наколка на руке, наколка в виде дракона. И в Китае до сих пор существует управление Китаем. Это такой орден белого дракона. Ну, в России есть орден белого орла. В Китае орден белого дракона. Кто кому подчиняется или в каких они соотношениях. Это интересная тема. Но это как-нибудь потом можно будет рассказать, если будет у вас, у слушателей, интерес к этим моим темам. Потому что темы сложные и многие люди их не понимают. Если будет неинтересно, я не буду рассказывать. Ну, а если будет проявлен интерес, то я, конечно, прошу спонсировать такие мои ролики. Потому что работа очень большая. И, как вы понимаете, за нее тоже нужно платить. Я буду работать, а вы будете платить. Это нормальный шаг и нормальный обмен информацией. Поэтому, если захотите узнать об ордене белого дракона, об ордене белого орла, я расскажу. Ну, конечно, я жду от вас прежде вашей спонсорской помощи. А сейчас расскажу только то, что я могу вам рассказать по поводу Николая Второго. Так вот, ему были сделаны наколки. Наколка как раз вот в виде дракона была сделана ему на руке. Когда же Николай Второй решил отказаться от управления Россией и перейти на кайзерское управление Германии, а потом он переехал и в Великобританию на трон английского короля, то одному из своих двойников он тоже сделал вот такую же самую наколку. Потому что для того, чтобы ему свободно передвигаться, нужно было где-то в другом месте выставить царя. А его узнавали по той самой наколке. Ведь никто не будет смотреть шрамы на голове, как вы понимаете. А вот как раз наколки-то, их легко посмотреть. То ли это лето, то ли это баня, где можно оголить свой торс. И человек, кто находится рядом, может увидеть того самого дракона. Поэтому у двойников были сделаны наколки. Запутывание следов. Листица идет и хвостом заметает свои следы. Вот так же примерно и с Николаем Вторым, Георгом П. 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 так происходило в мире. И меня, конечно, здесь интересует, не знаю как вас, почему все-таки ему били по башке вот этими саблями, скажите. И для чего это было сделано. Но это, конечно, вопрос интригующий. Для чего же это было сделано. Причем, как вы знаете, японцы, они такие ведь люди очень доскональные. Такие как роботы. Но умные роботы. Они все охранят. Они с той самой встречи с Николаем Вторым, я не знаю, что это было. Возможно, это было то самое посвящение. Они сохранили кусочек кости со скола черепа Николая Второго. И это сделано было не случайно. Потому что уже была известна программа мирового управления дальше на сто лет. И поэтому японцы, вернее, восточные люди, вот этот самый орден белого дракона, они у себя оставили скол с черепом и кровь, платок с кровью. И все это хранится. И какие-то еще вещи с потом Николая Второго. Это уже генетический материал, который хранится там, на Востоке. И вот этот материал, конечно, очень ценный, который хранится с останками Николая Второго. То есть на черепе Николая Второго должна существовать такая вот мозоль. Ну, после удара в череп, конечно, мозоль. То есть коста пытается нарастить свой биологический материал, чтобы закрыть эту рану. Поэтому на черепе Николая Второго оригинала. И существуют те самые мозоли. Но наши, конечно, ученые здесь, как всегда, высветились своей такой несусветной глупостью и топтанием, что называется, всех реальных фактов ногами грязными, шариковскими. Потому что они сказали, что рана может мигрировать по черепу, передвигаться с одной части черепа в другую. Это почему они так сказали? Да потому что они могли представить череп вот с ранами на голове. Но они не знали, в какой точно части это находится. Скажем, от центра левее или правее. Никто об этом не знает. Знают только те, сам носитель этого черепа, то есть Николай Второй или Георг Пятый, и те, кто обследовал его в то самое время. И я уверена, что было сделано огромное количество фотографий для доказательства, для будущего доказательства. Но в наших кругах, скажем, политических, исторических, существует такая байка о том, что вот у Николая Второго двойники появились только после кровавого воскресенья 1905 года. После чего Николая Второго и назвали Николай Кровавый. К сожалению, почему-то ни церковь, ни вот эти сумасшедшие городские девушки, которые лобызают чугунный бюст, Николая Второго этого не помнят, а возводят его в ранг святых. Но, однако же, надо напомнить, что после 1905 года по России и Европе Николая Второго называли Николай Кровавый за огромное количество растоптанных и убитых людей. И вот после этого времени якобы Николаю Второму были подобраны те самые семьи, двойниковые семьи. На самом деле их подбирали уже не в 1905 году. Их подбирали гораздо позже, когда Николай Второй собирался уходить с поста государева российского. Он уходил. И вот где-то в 16-м году ему начали подбирать вот этих самых двойников. До этого тоже были несколько семей, потому что, когда он выезжал, то он в разные места расставляли свои семьи. Не только для выезда кареты это нужно было. Это довольно-таки примитивно. У нас ведь тоже Борис Николаевич Ельцин выезжал несколькими маршрутами. Также и Владимир Владимирович Путин, президенты России, выезжают сразу несколькими эскортами, ну, для того, чтобы спутать след. Вот для этого выезжает сразу несколько совершенно одинаковых эскортов. Также у Николая Второго выезжали несколько эскортов с семьями Николая Второго. Но кровавое воскресенье не являлось особенно таким уже фактом, когда нужно было повторить несколько раз вот этих вот несколько семей для того, чтобы отвести глаза. то есть для того, чтобы обмануть тех потенциальных убийц, которые могут убить Николая Второго, будут охотиться за его семьей. Вот эти семьи двойниковые, они нужны были как раз, когда Николай Второй уезжал из России и покидал для того, чтобы стать кайзером Германии, то в это время в России он оставлял вот своих двойников семей. Тогда они правили. Ну, а они были слабые. Они, многие, те, кто их окружали, знали, что это двойники, что это не оригинал. Поэтому здесь начали твориться разные, скажем таки, неуправляемые ситуации. Ну вот о выездах Николая Второго лежат архивы, в архивах документы и о том, что там были двойники. Двойники появлялись потом, даже уже в 1917 году появлялись. Вот такой был Сергей Давыдович Березкин. Он идеально был похож на Николая Второго. Почему идеально? Ну, это тоже ведь обычное совершенно дело. Мы только сегодня, в 90-х, начали говорить о клонированной овечке доле. Мы ведь тогда тоже клонировали. Это и был такой Сергей Давыдович Березкин. И жена у него, Суровцева, Александра Федоровна. Видите, Александра Федоровна. Русские имена давали. Хотя саму Александру Федоровну никогда не звали. Ту самую жену царя никогда не звали Александрой Федоровной. Она была Алекс, конечно, и с другим дальше именем, но никак не Александра Федоровна. Это уже для нас, для российского потомства. Это сегодня мы так говорим. Раньше даже так не называли. И дети у них были тоже такие же. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Они служили прикрытием царя. То есть это то, это вот то, что могут расстрелять в любой момент. То есть их жизнь не была счастливой. Они понимали, они на заклании. Вот такая вот ситуация была с двойниками. О Березкине заговорили в 1915 году. Он жил и уже в советское время даже, он жил в Сухуми. Причем наши гэбисты очень активно использовали его, потому что он умер только в 1957 году якобы. И КГБ использовали его для работы с монархическими настроениями людей. То есть он был таким штрейкбрейхером, провокатором, да, вот этих самых людских мыслей и чаяний. И к нему ездили, как к Николаю Второму. К нему приезжали. А в это время КГБ сотрудники следили за теми, кто приезжает в Сухуми, кто встречается с образом Николая Второго. И вот брали на заметку. Ну и конечно, какие разговоры, какие предложения. Это уже был 1957 год. Для многих был факт того, что это были семьи подставные. Тот факт, по которому определяли, что царевич Алексей не болел гемофилией. Болел он, не болел. Это тоже такой факт. Пока скрытый, пока никто точно не знает, болел ли царевич Алексей гемофилией. Но вот в 1955 году, это видите, уже как бы двигается в сторону вот той самой даты, 1953 год, когда я сказала, что якобы умер Николай Второй, то есть Георг Пятый, насколько это мне сказали. Опять-таки я вам хочу сказать, я ведь не уверена, что это так. Я получила информацию, но я же не знала лично Георга Пятого и Николая Второго. А история наша такая запутанная, что никто вам точно не скажет. Так вот, в 1955 году КГБ дало утечку, такую специальную утечку, что близ Екатеринбурга вскрыта могила. И скрывалась она в 1946 году, вот сразу после войны. Хотя, есть, конечно, еще и заключение доктора такого Попова, доктора наук, он, вот что могиле 50 лет, а не 80. Как теперь считают, что могилу-то специально создали как раз в 1946 году. А когда прошло почти 10 лет, в 1955 год, да, то дали утечку информации о том, что вот там находятся могилы царя. Видите, какая вот такая запутанная история, и все ради, в принципе, ради, конечно, управления, ради правления мирового. Не ради золота, а ради управления мирового. Ну вот еще закончу я свою вот эту информацию для вас тем, что был такой ученый Бонте, это немецкий ученый, который общался как раз на каком-то этапе с родственниками вот той самой семьи Филатовых. И сын Филатова, и по одним источникам он якобы изображал вот Саревича Алексея. Но вот этот самый ученый немец Бонте беседовал с ним и провел сравнительный анализ такими родственниками Филатова и останками в Екатеринбурге. И получил стопроцентное совпадение. Якобы так. Ну то есть то стопроцентное совпадение той самой могилы, которая находится в Екатеринбурге. Насколько это так, мы тоже не знаем. Хотя ведь в Германии это вот самое определение, оно имеет статус судебный. Но тогда еще о двойниках никто не говорил. И как бы эта тема вообще она считалась закрытой. Вы понимаете, это мы сейчас вот сегодня в интернете мы говорим о двойниках. А на то время на то время тема двойников вообще была закрыта. И когда кто-либо начинал говорить о двойниках, да его сразу причисляли к рангу сумасшедших. А ведь никто не хочет на себя вешать вот такой вот что называется желтый листок бумаги ранга сумасшедшего. Но поэтому старались люди молчать. Кто-то молчал, кого-то в тюрьму сажали. Это сегодня, говорю, мы можем вот так выставлять наружу свои знания о том, что двойники существуют. Хотя вы видите, для правительственных кругов. И это, конечно, тема, она довольно-таки больно бьет. Потому что двойники использовались постоянно. Они всегда использовались и везде. Не только сегодня. Единственное, теперь вопрос встает, а как создаются двойники? Ведь это же не подбираются похожие люди, как нам рассказывали. Это люди создающиеся. Их создают. Клонов-двойников создают путем выращивания. Выращивание в определенных сосудах, матках. Эта технология не такая уже и сложная. Ведь выращивается же человек в утробе человека. Значит, так же он может выраститься и в искусственной утробе. Это процесс, который происходит и который есть на территории России. Много таких закрытых воинских частей, где выращивали склоны давно. Это не сегодняшний день. И так же по всему миру выращивали склоны. И тоже так же давно. А вот награждение клонов памятью, о том, чтобы они были идентичны своему хозяину, это другой процесс. Здесь в этом процессе есть несколько ступеней. И каждая ступень отличается одна от другой. Тоже своим вот этим понимаете, таким не то что сложностью, сложностью да, но еще и конечно ценой. Вот тема полного идентичного создания клонов с такой же памятью, а буквально совсем тем, что есть человек на самом деле. Она вроде бы еще пока закрыта, но это ведь все то же самое, она тоже вот-вот выплеснется, тем более о ней уже начали говорить. Спасибо. Я благодарю вас, друзья, за ту помощь, которую вы оказываете каналу. Никогда не задумывайтесь, какая она ваша помощь, большая или маленькая. Просто вы помогая от чистого сердца, вы помогаете каналу. Я благодарю всех, кто помогает каналу и мне, конечно. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. 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 Сиитбурхан.